В нашу редакцию поступил звонок от неравнодушной жительницы Медвежегорского района, которая сообщила о том, что приют для животных право на жизнь в Мингоре собирается закрыть местная администрация. Зоозащитники всерьез обеспокоены судьбой своих подопечных, ведь среди них есть, например, собаки-инвалиды, нуждающиеся в особом уходе, без которого просто не выживут. Наш корреспондент Наталья Ильина выехала на место, чтобы разобраться в ситуации. Но пока люди решают, что делать, страдают подопечные приюта. Что победит – законность или человечность? Какая судьба ждет более чем сотню собак и кошек? И есть ли права у животных в нашей стране? Смотрите в специальном репортаже. Нам такое письмо от администрации пришло, чтобы до 13-го числа освободить территорию от нашего имущества, так как администрация не будет больше с нами работать. Денег нет, распускайте животных, освобождайте территорию. Изначально мы пошли в администрацию за тем, чтобы нам дали участок под волонтерский приют. На самом деле он не закрывается. Вообще-то как такового приюта вообще и нет. Этот земельный участок был нам выделен и оформлен под выполнение закона об отлове, стерилизации, чипировании животных. И мы, в принципе, работали, начинали работать именно посредством общественной организации вот в таком ключе. Но затем непонимание возникло от того, что все-таки вот те договорные обязательства, которые нужно было выполнить, не совсем выполнялись так, как положено. Ну вот, как бы из-за этого и началась вся вот эта вот канитель. И, скажем так, может быть это грубо, но война. Это война. Реально война за жизнь животных. Хотя за год у нас забрано очень много животных с улиц. Очень много пристроено. Больше 60 животных. Только собак пристроено. И в летний период у нас тут есть помещение, у нас были кошки. Более 50 кошек пристроено, то есть в семьи. Это очень хороший результат для приюта. Что касается этих собак, которые находятся сейчас в приюте, мы готовы их кормить. Мы готовы их также, ну, в рамках законодательства это нужно сделать, будут чипировать, стерилизовать. Ну и, значит, будем решать вопрос, или мы кому-то предлагаем их хозяину, ну, или каким любителям собак взять в домашние условия, вывозить на те места, где мы сшлили отлов. Мы начали доказывать администрации, что нельзя выпустить животных в город, да? Нельзя даже поэтапно, потому что многие животные, они выросли в приюте. Они не подлежат выпуску, они с двухмесячного возраста росли на территории приюта, то есть в условиях приюта. И на улице они не выживут. Есть инвалиды, есть больные животные, да, которых тоже нельзя выпустить. Мы готовы получать от них консультативную помощь. Есть непонимание, что это не приют. Это не приют. Приют – это действительно то учреждение, которое, ну, вот, они хотят создать. Ну, у нас таких возможностей нет. У нас есть субвенция, у нас есть закон, и в рамках этого закона, в рамках правового поля мы работаем. Единственное, чего мы добились, это доступ на территорию приюта, то есть мы можем приходить как волонтеры, следить и контролировать работу в приюте, как зоозащитная организация, пристраивать наших малышей и отслеживать их судьбу. В следующем году нам будет являться субвенция. В рамках вот этих средств мы будем также нанимать организацию, которая будет заниматься отловом. Мы будем, скорее всего, сейчас немножко придем в чувства после всей этой борьбы, нелепой, скажем так, да, и, наверное, будем искать какой-то участок под волонтерский, под общественный приют. Мы еще раз хотим просто обратиться к администрации, пускай они хорошо подумают, сможет ли другая организация так содержать животных, как наша организация. И смогут ли они вложить душу. Этой собачке повезло, она сейчас живет в любящей семье. Однако ее судьба могла сложиться, как и у подопечных приюта в Медвежегорске. Недавно собак из права на жизнь передали администрации, и по закону многих из них придется выпустить обратно на улицы. Понятно, что в этом случае закон не учитывает, что случится с животными, когда их выпустят. И это все, что вам нужно знать о правах животных в нашей стране. Их просто нет. Единственным выходом, как считают зоозащитники, изменить федеральный закон. А пока люди решают, что делать, собаки остаются на улицах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова